эй гай всем привет добро пожаловать на канал вас на связи и мы сегодня неожиданно снова находимся в игре free fire макс мне давно про нее говорили то что должна выйти макс версия немного улучшенная вроде как с новыми hd текстурами и вроде как с улучшенными анимациями я их даже вроде как сейчас а заходил и включал вот здесь в настройках поэтому мы с вами сегодня стартанем посмотрим что же это за игра и возможно она играется даже лучше в общем-то чем-то обычная всем знакомая игра free fire и кстати ребята как вам мои новые наушники игровая гарнитура dark project h s2 сделаны эти наушники из качественных материалов и хорошего звука который вы кстати можете настроить под себя в приложении в комплекте есть две пары разных амбушюр я выбрал для себя из ткани подключать гарнитуру вы можете как через юсб так и по миниджеку здесь есть встроенная звуковая карта а микрофон здесь отключаемый что мне очень нравится ссылочку на эти наушники я оставлю конечно же в описании ну и давайте начнем найдем нашу первую карточку а как вы поняли по вот этим вот всяким кнопочкам я играю как всегда на эмуляторе на своем любимом под названием ld player сейчас я единственное только а сделаю не такую яркую картинку точнее не такую насыщенную не такую термоядерную чтобы было все красиво вот и у нас играет музычка но я надеюсь она у нас без авторских прав но или я просто потише сделаю вы кстати если хотите играть в какие-то мобильные игры или использовать мобильные приложения на пк то я вам ребят ссылку на этот эмулятор ld player оставлю в описании в общем то сможете поиграть и посмотреть поюзать его там же есть видео по его настройке но она настраивается на самом деле вообще просто слушай но по ощущениям что анимации реально стали получше и теперь игра не такая деревянная кажется тоже как бы еще вот это осталось в ней немножко китайщины или кто ее там делает но уже более-менее адекватно выглядит то есть это все таки старая часть она прям ну совсем было печально сейчас уже прям более-менее адекватно но здесь кстати я вижу всего 60 кадров хотя вроде как в предыдущей части поправьте если не прав там по моему можно было 90 fps ставить здесь вроде я такого пока не вижу ну давайте куда-нибудь выпадем на самом деле вот кстати говоря несмотря на то как этот вот до battle royale выглядит но выглядит о смысле несмотря на то как он выглядит а это один из самых вот таких главных конкурентов на самом деле пабга мобайл потому что больше пока нормальных адекватных battle royale не придумали есть там всякие knifes out был раньше rules of survival по-моему игра называлась но это все на самом деле тоже такое как бы не знаю почему до сих пор никто не сделал вот самый на самом деле мобильный battle royale который вот после мобайла мне нравится это этот киберхантер вот так опять вроде как немножко картинка залипает так давай что у нас есть у нас есть фамос прицел я сейчас в принципе наверно сенсу настраивать не буду прям какую-то под себя потому что мы с вами играем в первый раз просто дабы вообще посмотреть что у нас здесь в игре такого интересного присутствует так дожди у меня есть петух и есть фамос да и вылези в щелочку так вот он у нас есть петух я на нас петуха лучше поиграю вот он иногда у меня начинает видите тупить и не бежать вперед потому что я наверное фигово что-то на точнее я вообще ничего не настраивал честно говоря то есть у меня как были дефолтные настройки если все-таки играть постоянно особенно эмуляторе нужно под себя это все дело настраивать чтобы это все соответственно более адекватно работало но пока так как есть вон он там бегает но вот опять видите то что здесь отдачи никакой естественно нету а здесь есть то что к прицел автоматом зачелика сыпляется но это в принципе получает облегчает получается довольно таки облегчает игру для тех кто особенно играет на мобилках то есть там не нужно особо знаете там вот это вот учиться стрелять учиться то есть здесь есть какая-то своя система стрельбы но она не такая скажем так замороченная как это допустим в том же мобайле сделано поэтому кому-то конечно полегче гораздо играется здесь кто особенно привыкает играть на вот здесь какие-то есть оттяжки подтяжки там какие-то приколы свои то есть те кто как бы учатся вот таким образом играть до стрелять то достаточно прикольные здесь вот именно авто вот это наведение которое мобильное она достаточно хорошо здесь реализовано то здесь прям прицел сильно за свою за чувака цепляется и продолжает прям за ним идти даже когда он убегает так далее то есть пол здесь какая-то есть хрень то что ты можешь здесь что-то за что-то купить за f какие-то монеты ты можешь с каэску допустим купить да а смысле я как нет а третий шлем могу купить у меня сколько у меня есть две монеты я могу либо из каэску купить либо третий шлем давайте лучше третий шлем куплю мне кажется эти шлем прикольный а интересно за что эти f монеты дают или они просто никак их нельзя фармить они тупо как были у тебя в начале так как нельзя зафармить ребят напишите в комментариях интересно как это работает так вот я shift нажал все то есть он у меня зацепился тоже но это видите все надо привыкать я просто обычно как бы записываю постоянно на эмуляторе но именно вот такой привычки играть у меня на эмуляторах нету то здесь все-таки своеобразное достаточно такое управление специфичное скажем так и поэтому блин я не тот ган взял о блин ну не калаш вообще подожди а я почему не могу допустим смотри могу ли я взять допустим вот это вот да вместо петуха мне надо так подожди вот вот это вот пушка поприятнее стреляется что калаш он видать уроном то больше как обычно но вот именно если говорить про то что как она стреляет быстро или медленно скорострельностью то этой пушки получше как мне кажется так давай принципе здесь кстати почему-то накатки я не знаю тоже ребят напишите я просто не знаток фрифайра как бы да сколько здесь обычно народу на карту дождите как не отменить то и коснитесь чтобы закрыть подожди вот напишите пожалуйста сколько здесь обычно роду накатки потому что я стартовал было помню человек 45 если я не ошибаюсь этом за окном кто-то орёт блин как обычно опа вода ведь это поскорострельная пушка поприятнее играть но здесь как обычно я думаю одни боты пока что как мне кажется вот это какая-то неплохая пушечка да правда у меня патриков не так много подожди не очень не нравится как пушки свипаются на одну букву только на одну цифру точнее ну да ладно так ну мы сейчас с вами вот к пику о там стреляет блин я могу на что-то закрыть на c могу закрыть блин надо мышкой закрывать да походу опа тут вот тут слышу стреляют да вот эту пушку испробуем чё это такое нифига два шота ему дал и все он откис но это да видите у меня как бы я как начинающий как новичок как ну у меня здесь поэтому враги только боты я так понимаю вот месяц опа прыжок а он бежит смотри смотри там валера какой-то бежал а его закидали накидали ему на воротник не или он там лежит да дядя 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 что делаешь нормально нормально так а мы можем чем-то бустится или что-то мы можем делать у нас есть аптечки так дуло нам не надо а что-то у нас как-то нету ни по бустам ничего да здесь общение есть в этой игре вопрос такой так чё у нас у нас есть аптечка а вот по бустам я чё-то здесь ничего не наблюдаю на самом-то деле потому что видите у меня не фул хп вот тут красным блин но то что он так красным подсвечивает противника это очень палевно прям ты на карту посмотрел то есть так бы я бы его не увидел и не услышал а так он прям красным опыт светил беспалево и у меня все просветилось вот сейчас кстати в скором времени ребят кому вот нравится вообще батл рояль и кто смотрит допустим на роликах на стримах сейчас корейцы должны скоро выпустить игру на компе новый батл рояль плазма это что такое да возьмем что такое за плазма лазмаган нормально вот короче корейцы скоро должны выпустить новый батл рояль на комик на пока короче который называется super people и он очень на самом деле в чем-то похож на вот эту игру то есть она конечно понятное дело там будет по прокачивание в разы да то есть там и графика ну и ну как бы но это компьютерная игра но чем-то она вот по стилистике по стилистике по визуальной составляющей я вот смотрел трейлеры там геймплейные ролики она реально прям на free fire очень похожа но только понятно что free fire как говорится на максималках то есть если это обычный free fire то там такой free fire на максималках как бы вот поэтому я знаю что вы free fire на самом деле много народу играет много мне пишет о лечащая снайперка это что такое нифига себе вы видели такое когда-нибудь а ну да вы же играете вы наверное видите видели а почему у нее нет патриков десять процентов 20 то есть я с нее стреляю у нее сто процентов появляется и она меня лечит что ли фигеть и так в первый раз вижу я знаю что много на самом деле ребят играет в free fire вот то есть даже вот напишите ребят в комментариях кто будет смотреть кто зашел на канал может быть впервые играете вы не играете вот я-то понятное дело в него не катаю я даже в принципе в папку мобайл не играю сейчас жду папку new state когда выйдет блин вот это сейчас кстати не очень прикольно то есть здесь из-за того что вот видите из-за того что тоже цепляется прицел из-за того что здесь вот это автонаведение то это как плюс так и минус то есть когда ты играешь против ботов это плюс что тебе не надо наводиться но вот когда персонаж начинает убегать то видите он начинает у меня прицел из-за этого дергать и я не могу нормально адекватно пострелять вот это вот уже конечно минус блины не знаю я сейчас зашел бы в настройки но не знаю где это убирается дисплеев сбор управления . прицеливания быстрая смена оружия зажим огонь чтобы прицелить слот для гранаты автопарашют автоматический пистолет блин а вот где вот это вот точность прицеливания в прицеле полный контроль во давайте на это наверное вот она да ну-ка подожди даже я не могу прицелиться почему а почему что блин я дерьмо взял не пойму цепляет что я поставил ребят настройках подскажите ну по идее это считается полный контроль но здесь очень плохо как-то реализовано санса вот именно сейчас я не знаю чем это связано как бы но санса достаточно потно здесь реализовано то есть прям ты я вот полный контроль поставил и получается что то есть я вот пытаюсь навестись а из-за того что здесь мышка плохо типа тебя слушается вот потому что надо наверно как-то по-другому настроить из-за этого получается так что тебе тяжело ведь вот я пытаюсь навестись а у меня вот мышка друзья пытаюсь передвинуть как на компе допустим да как в какой-нибудь комповском шутере я пытаюсь ее там на чуть-чуть передвинуть на пиксели она не двигается то есть ее прям надо прям сильно двигать вообще блин а вот конечно когда начинаешь новые игры в какие-то такие играть то постоянно для тебя всегда и так непривычно особенно вот если это мобильная игра это вообще ужас это очень непривычно мне кажется кстати что я как модный взял тупо 2 эти 2 снайпы можно даже не прицеливаться было в принципе а вон он еще вижу слушай у меня кстати какой-то иксовка больше было не на какой-то пушке а вот так без автонаведения вообще не попадешь да ну нафиг меня не с такой сенсой блин вообще сложно возможно под себя надо настроить просто потому что когда видите я щит при попасть не могу ну-ка подождите дайте обратно эту хрень воткну прицеле вода в прицеле вот эту поставим это типа наверно когда ты именно прицеливаешься да он помогает мне или это не то это не то что ли смысле я посящить перри не могу вилле убрал эту хрень я вообще не могу по двигающейся цели вообще не могу попасть вот это да вот это да то что но я не понимаю макс версия вот напишите ребят в комментах макс версия по вашему мнению отличается или нет по моему по анимациям она приятнее реально стала играться как мне кажется что реально поприятнее а вот эти ф монеты за которые можно пушки покупать я так понимаю это какой рюкзак 2 или 3 2 2 и там же микротузик лежит потому что в принципе именно вот по четкости графики тоже мне кажется лучше стало да и по и по анимациям такое ощущение что персонаж тоже лучше бегает ну как кстати давайте вот так сделаем зайдем а здесь нельзя да это именно в настройках в начале можно хотел здесь типа убрать чтобы по-другому анимации начали работать но здесь так нельзя видать по задницам по задницу ему бульон убегает смотри трусливый бот какой на 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 а вот видите если здесь бежать то разброс соответственно появляется о слушай а вот это кстати блин я без хп бегу мне кажется хана нет выиграли все все да да ура я победил ребята всех ботов вот это я мощный блин поверили кое мощные я видел блин кстати я забыл я хотел включить запись игры через nvidia ну да ладно короче ребята вот такая вот free fire у нас макс версия напишите в комментариях видите ли вы отличие особенно те кто постоянно играет то что бегу я в принципе захожу редко вот только иногда там ролики для вас записать какие-то обзорные да по этой игре поэтому я конечно особо не шарю в этом меняется здесь что-то или не меняется но так в принципе по первым ощущениям кажется что да и анимации стали получше но и графика чуть поприятнее вроде как еще потому что графика и так была в принципе более-менее нормальная но сейчас даже как будто стали текстуры действительно более такие hd версия но на сегодня все друзья мои лаз был на связи не забудьте про жать подписочку здесь много впереди интересных игр у нас должно выйти и мы много будем с вами все интересно играть стримить и так далее не забывайте поддержать лайком скачу эмулятор по ссылочке в описании люблю целую пока эмулятор по ссылочке в описании эмулятор по ссылочке в описании эмулятор по ссылочке в описании